В сахарозаводской школе сейчас учатся 320 детей. Специальная комиссия проверяет выполнение требований пожарной безопасности, условия защищенности от теоретических угроз, соблюдение санитарных норм и правил, техническое состояние знания. В целом, проверку школа прошла, но заключение комиссии таково. Нужна замена некоторых окон и крыши. Школа принята. Мы видим, что созданы все комфортные условия для обучающихся. Для того, чтобы условия были более современными, необходима замена окон. А чтобы окна и сами конструкции дальше не разрушались, необходима замена кровли. Поэтому мы выйдем с предложения в правительство Алтайского края и рассмотрим вопрос о выделении данной школе средств. В этом году пришли два молодых учителя по английскому языку и физике. Для села это событие, ведь чаще молодежь стремится наоборот – в город. Педагоги сразу начали предлагать новые идеи. Наш проект будет называться «Лингвистический центр». И в него будут ходить посещения языковых центров, то есть разговорных клубов с носителем языка, а также включения урочной и неурочной деятельности. Недавно школа вошла в число победителей конкурса на предоставление грантов в номинации «Школьный перспективный проект». Скоро здесь начнет работать мобильная лаборатория по физике и биологии и учебно-производственный центр, где ребята смогут получить профессию без отрыва от обучения. Планируем сотрудничество с Алтайским политехническим техникумом в плане подготовки ребят по следующим специальностям. Это повар, это ландшафтные дизайнеры, это мастера керамики и водители категории «Б». Сейчас край треть всех школ готова к новому учебному году, оценила комиссия. Окончательные итоги подведут 20 августа. Александр Захаров, Павел Лаурин. Наши новости.